Всем привет! Вы на канале Труджим ММА. И с вами снова я, Свежинцев Роман. До боя, Конора и Хабиба осталось 7 дней. Одна неделя, которая пройдет очень быстро, так как сейчас начнутся интервью, взвешивание, открытая тренировка, пресс-конференция. Будет, что посмотреть и обсудить перед самим боем. А я начинаю наш выпуск. Андрей Корешков не смог одолеть Дугласа Лиму. Во второй половине пятого раунда Дуглас задушил Андрея. Испартанец выбывает из Гран-при Беллатор за пояс чемпиона в полусреднем весе и 1 миллион долларов. Как-то Корешков не был похож сам на себя в этом бою. В чем причины, как думаете? Гегард Мусаси без проблем одолел Рори Макдональда и защитил пояс чемпиона в среднем весе. Все же весовые играют большое значение. Уж слишком просто Гегард реализовал свой план на бой. Второй пресс-конференции Хабиба и Конора «Быть» пройдет она в четверг 4 октября. И в этот раз может не обойтись без мордобоя, так как будут запускать фанатов обоих бойцов. Кстати, если кто-то захочет соскочить с поединка, это будет охеренная возможность. Но скрестим пальцы, чтобы и Конор и Хабиб дошли до октагона в полном здравии и на пике формы. Чтобы мы могли увидеть крутой бой. Кстати, многие спрашивают, за кого я болею. Сделаю сюжет про Хабиба, задолбался своим Хабибом. Сделаю что-то про Конора, сразу же записывают меня в какую-то секту Конора-дрочеров. В общем, я болею за хороший и честный бой. Не особо верю, что Конор сможет остановить Хабиба, но надеюсь, что ирландец сможет удивить и дать Хабибу самый конкурентный бой за всю его карьеру. А не тупо станет очередным пассажиром дагестанских авиалиний. Как бы банально это не звучало, пусть победит сильнейший. А пока предлагаю вам посмотреть влог Хабиба из зала АК перед вылетом в Лас-Вегас, где пройдет бой с Конором. Привет, тренер. Как самочувствие? Хорошо. Вы там как? Ну что, Хабиб, ты готов к бою? Всегда готов? На пресс-конференции ты смотрелся очень хорошо. 6 октября. Лас-Вегас. Не пропустите этот бой. Большой бой. Для этой индустрии. И это будет. Время Хабиба. Шоу Хабиба. Время размазать. Сегодня я с ним встал на спаррингах. Очень скоростной, очень физически хороший. Я уверен в Хабибе. Он в первом же раунде его просто накажет жестко. Это хорошая подготовка. Очень хорошая. В этот раз очень. Хабиб готов. Готов к тому, чтобы защитить титул. И мы готовы к войне. Почему только один раунд? Он сам попросил один раунд. Кто? Он может больше. Эй! Сам сколько хочешь? Один или два раунда? Да все равно, сколько тренер скажет. Ну ладно. Пускай он решает. Посмотрим. Когда все закончат, можете продолжать. Пускай он решает. Пускай он решает. этот сраный цыпленок думает что нокаутирует хабиба чего нокаутирует хабиба чего хабиба а он хотя бы знает он хотя бы знает он узнает что хабиб готов он будет готов он будет готов вы поддерживаете парня который показывает хороший пример каким должен быть мусульманин и на самом деле пример не только для мусульман хабиба можно назвать великолепным примером для всех это тот кем можно восхищаться он пример для каждого не только для мусульман пример для каждого но вы должны гордиться им еще больше потому что он мусульманин но гордиться тем какой он человек должен каждый вот и все ну вот хавер закончил теперь пускай слово скажет хабиб помолчите всем попрошу тишины все ребята соблюдайте тишину я помню как вы ребята пришли сюда полтора года назад и тогда я вам сказал если господь захочет я стану чемпионом ю и все и вот мы тут мы чемпионы ю и все и сейчас осталось всего неделя до величайшего боя в истории ю и все если господь захочет мы победим потому что если господь с тобой тебя никто не сможет остановить ни ирландская команда ни ирландский виски никто тебя не остановит это просто невозможно и самое важное самое важное для нас сохранять с богом связь потому что без этого ничто не деньги не семья не дадут тебе того же что и связь с богом и не важно чтобы с тобой не происходило нельзя забывать молиться и оставаться скромным идти к своей цели и сохранять связь с богом это очень важно для нас и не важно будь ты хоть чемпион ю и все хоть кто-то другой хочу вам всем сказать большое спасибо сегодня произошло что-то больше чем просто особенное раньше такого не происходило потому что в этот раз было в два раза больше энергетики все ощущалось сердцем я думаю это вдохновило всех кто тут был я сам рад был сегодня оказаться тут и ощутить все это хабиб действительно особенный офигеть конечно поддержка у хабиба очень круто и реально душевно пока что на этом все интересно у вас тоже есть предчувствие что бой между конором и хабибом может не состояться обязательно пишите в комментариях если вам понравился выпуск не ленитесь поставьте дружеский лайк за мою работу всем удачи и до новых встреч на канале труд джим мм и